Приветствую всех учеников! Начинаем наше очередное занятие. Сегодня будем говорить про игру в мультипотах. Разберем различные аспекты игры как на префлопе, так и на постфлопе. Тренировку я планировал провести в два этапа. Разбор базы одного из наших учеников вживую и разбор ваших раздач и ответы на вопросы с форума. Но, к сожалению, все постеснялись ставить заявку на разбор базы, поэтому, если в ходе тренировки не найдется ни один желающий, мы будем просто разбирать раздачи и вопросы с форума. Так, напишите в чат, как меня видно и слышно. Если все нормально, то мы будем начинать. Так, тут вопрос по времени тренировки завтра. У нас сейчас все тренировки по будням проходят в 18.00. С чем связан вопрос? Так, слышно видно нормально, хорошо. Давайте тогда переходить к теме нашего занятия. Вообще, тему этот тренировок предложил наш пользователь с ником Кашта и вы можете поступать так же, если у вас есть какие-то интересующие темы для разбора. Не стесняйтесь, предлагайте их на форуме или у меня в блоге. Я с удовольствием буду проводить те занятия, которые интересны именно вам. Я сомневаюсь, сердце, что у ребят со статусом эксперт нет проблем при игре в мультипот. Просто потому, что ошибки в подобных спотах допускают все игроки, в том числе более высоких лимитов. Правда, надо сказать, что на лимитах выше, там NL400, NL1000 и выше мультипоты играются не так часто, как это происходит на микролимитах. Просто потому, что гораздо больше агрессивные игры и зачастую делать колд-колд в позиции с капнутым спектром на дистанции становится невыгодно. Поэтому такая линия, как колд-колд, тем более третьим игроком или даже вторым, она умирает. А вот на микролимитах и на низких лимитах игры как раз в мультипотах гораздо больше. Можно себе это позволить и поэтому, естественно, в них допускаются ошибки. Так, у нас какие-то, какая-то путаница со списанием, видимо. понятно. У нас тут на сайте, ну вы всегда ориентируетесь на время, которое находится в расписании на сайте. Здесь оно указано всегда внизу. Видимо, здесь в описании топа была какая-то опечатка. Почему-то у нас 13.00 стоит. Ну ладно, я уже меня сейчас не буду. 18.00 у нас тренировки проходят по будним дням. Если нет каких-то изменений, обычно происходит это все именно в это время, то есть в 18.00 по Москве. А субботние тренировки обычно происходят в 13.00. Так, вернемся к теме нашего занятия. У нас тут масса вопросов, собственно, от инициатора этой тренировки, от пользователя кашта и много вопросов по трефлоп-спектрам. Вообще по поводу трефлопа, как нам играть на трефлопе, стоит ли коллировать третьим, стоит ли коллировать вторым. По этому поводу есть информация в разделе стратегия. Особенно интересно вам в связи с этой темой будет прочитать статью про сквизы в четвертом разделе стратегии. Там написано, с какими типами рук нам стоит запрыгивать мультипот и почему, с какими этого совсем не стоит делать. Ну, если говорить коротко, то у нас будут две большие ситуации, когда мы, в принципе, можем оказаться в мультипоте. И сейчас мы быстренько разберем на трефлопе и поговорим, с каким спектром стоит заходить, какие руки нужно коллировать, с какими этого делать не стоит. Две эти большие ситуации. Первая ситуация, когда мы собираемся заколлировать вторым, то есть наш противник делает open race из какой-то позиции, и у нас есть возможность сделать cold call. Но при этом до нас еще cold call никто не делал. И, соответственно, вторая ситуация, когда кто-то сделал open race из какой-то позиции, и после него уже был сделан cold call, то есть мы коллируем либо третьим, либо четвертым и так далее. Так, я сейчас быстро прочитаю вопросы от Кашта. Возможно, мы их как-то увяжем как раз вот с разбором всех этих вещей. Итак, хотелось бы получить рекомендации по ставлению с приход спектров в следующих спотах. Из УТВ открывается рек, предположим, с рейсферстом 15%. Его коллик рек с коллопоном 8. Мы на батоне. Мы на батоне. Ну вот, в частности, эта ситуация, она подробно описана в теме сквизов, потому что это одна из очень подходящих ситуаций для 3-бет сквизов, и, соответственно, чаще мы будем здесь играть fold либо 3-бет сквиз. Если у данных регуляров, которых писал Кашта, у них, кроме указанных спектров, достаточно еще высокий fold на 3-бет в районе 60% плюс, либо один из этих регов, может быть, не так часто выкидывает на 3-беты, желательно, чтобы это был коллер, но при этом часто fold на 3-бет сквиз. В этом случае мы довольно часто против них будем играть 3-бет сквиз с различным спектром, и гораздо меньше будем заходить коллом, то есть будем создавать мультипод. Что вообще стоит сказать по поводу общих рекомендаций, когда мы думаем включать нашу руку в спектр cold call или нет, здесь все упирается в то, какой эквити имеет наша рука, как часто мы будем его реализовывать. Соответственно, когда мы находимся на позиции баттона, мы будем реализовывать эквити наших рук чуть чаще, чем без позиции, но тем не менее, когда мы играем в мультиподах, желательно иметь руки не только с хорошим эквити, то есть обращать внимание не только на само непосредственное эквити против спектра открытий, спектра cold call, но также на так называемое playability, то есть насколько хорошо рука играется, как хорошо она собирает различные сильные комбинации, которые нам в последующем пропадят на постплопе. Ну, казалось бы, это очевидная мысль, но многие про нее забывают, соответственно, начинаются колы таких рук, которые, возможно, в среднем у вас показывают полюсовый винрейт, но при этом из-за того, что они хуже реализовывают свое эквити в мультиподах, они могут показывать отрицательный винрейт, то есть, допустим, вы в среднем коллируете такую руку, как тус валет или король дамы, против open raise какой-то позиции у вас эти руки показывают плюсовый винрейт в позиции баттона. Но когда вы имеете дело с двумя игроками, суммарно эквити вашей конкретной руки будет ниже против двух диапазонов, чем против одного. И, соответственно, реализовать эквити вам будет сложнее. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас!